ЛЕКЦИЯ ВНЕ РАСПИСАНИЯ Всем привет! У нас сегодня лекция внештатная, точнее, она немножко вне расписания. Точнее, ещё более точно, она, в общем-то, в расписании, но мы устраивали голосовалку в чатике нашим на предмет того, про что будет лекция. И результаты там примерно такие, что большая часть, примерно две трети народа, если не три четверти, высказались за питончик, а меньшая часть за сеть. Я понимаю, что аудитория лекций по питончику более широкая, и люди просто задавили массу, что если взять, допустим, 10 человек из одной аудитории, 10 из другой, то, наверное, результаты были бы другие. Но я, кажется, немножко так прозрачненько намекал в опросе, что мне самому больше было бы интересно рассказать про питончик, потому что эта тема не поднималась довольно давно, интерфейс между питоном и си. Она важна. Поэтому я воспользовался тем, что формально в опросе гораздо больше народу проголосовало за питончик. Вот. Ну и сделал лекцию по питончику. Вот. Делал я ее в последний момент, так что сегодня возможны глюки. Как видите, она вся пестрит тудушечками. Вот. Но главное, что я сделал за сегодня, я сделал репозиторию с примерами, так что совсем тупо у нас не будет. Давайте сначала чуть-чуть самую малость бла-бла. А что, собственно, за задачу мы решаем? Задачу мы решаем на самом деле... Задачу мы решать можем на самом деле несколько. То есть, вот у нас есть программа на питончике, или там возможность запрограммировать на питончике, и чего-то нам не хватает. Чего-то. Вот. Самый простой и самый часто распространенный случай, что программу мы пишем на питончике, а библиотека, которая предоставляет нужную функциональность, написана на другом языке программирования, например, на осилию C++. Ну, вообще говоря, на любом языке программирования, который предоставляет объект в формате ELEF, с таблицей символов, аналогичной таблицей C++. Да, то есть любые проекты, которые компилируются в C, а потом C компилируется в бинарник, подойдут. Любые проекты, которые сами умеют компилироваться в такого рода разделяемые библиотеки, все такие библиотеки нам подойдут. Вот. То есть идея состоит в том, чтобы взять какую-нибудь библиотеку, C-шную, и воспользоваться функцией из нее. Ну, как бы, давайте мы прямо, нисходя с места, это сделаем, потому что в стандартном дистрибутере питона есть модуль под названием C-types, он прям стандартный, который ровно этим и занимается. C-types это способ вызвать функцию из произвольной разделяемой библиотеки. Вот. Будя она, значит, поддерживать соответствующий интерфейс. Ну, стандартный. Мы с вами будем очень тупенько прямо вот из эглипсии вызывать функцию. Почему бы нет? Вот. Значит, импорт C-types. Даже нет. Давайте мы поступим не по фэншую, мы сделаем вот так. Там будет довольно много разных символов, которые мы будем использовать. Мы будем прямо их в текущий namespace. И еще вот так. Даже не так. Find. Вот. Значит, для того, чтобы воспользоваться библиотекой, ее нужно сначала загрузить. Грузится она тем самым делепоном, о котором мы, кажется, уже говорили в прошлом семестре в разговоре про разработку по NOSI. Вот. Ну, в общем, или DLD в случае МакОси, или там, чем там грузят DL в случае Винды. Короче говоря, достаточно универсальная библиотека C-Types умеет открывать разделяемые библиотеки в разных форматах, специфичных для вашей операционной системы. Вот. Прежде чем загрузить эту самую библиотеку, ее надо найти. Надо понять, как она называется. Как у нас называется Lipsy, мы можем, конечно же, понять вот таким способом. Ну вот. И где-нибудь найти, значит, вот. Да-да, естественно, имеющуюся библиотеку, то, что у вас установлено в системе, или даже так, то, что можно открыть, потому что она будет ходить к файлу, и, соответственно, если вы прямо рядом положите эту библиотеку, то она тоже ее найдет. Вот. Ну, давайте так. Лип 64. 64, я сказал. Спасибо, что задали этот вопрос про сборочные зависимости системы. Тема очень тяжелая. Уже не первый год в ПЭПе, в Patent Tech Engine Authority идут разговоры о том, как специфицировать зависимости на системные пакеты. Вот. Но это довольно сложная вещь. Вот. Можно, наверное, попробовать обеспечить зависимость на бинарник и воспользоваться, ну, например, в дистрибутивах линейки Alt вы можете сказать AppGetInstall и дальше там UserBinGCC и вам установится какой-то GCC. Да? Поскольку вы можете сказать я хочу запускать GCC, давайте мне сделаем зависимость на GCC, наверное, наверное, подобного рода интерфейс можно сделать совершенно универсальным. Да? Типа операционная система мне все равно, но ты поставь, пожалуйста, GCC. Вот. Непонятно, правда, как винда будет с этим обращаться. У винды нормального пакетного менеджера все еще нет. Вот. Да, то есть вы не можете, не можете нормальным способом указать какие-то, ну, скажем так, не можете заскриптовать зависимости на сборочные, на системные сборочные среды в винде. Совсем. Ну вот. Смотрите, вот есть некоторая библиотека под названием lepsi.co.6, и это она и есть. Это ровно та библиотека, которая нам нужна. Эй, нет, извините, это какой-то, это какой-то кросс-компайлер. Вот он. Да? Значит, если мы вернемся в наш pt-python и скажем cdll вот эту самую lepsi.co6, вот, то у нас даже библиотечка это загрузится. Обратите внимание, правда, на то, что мне пришлось для того, чтобы вот узнать, какой здесь сунейм, да, какой мы же марджер версии, обивешен у библиотеки, мне пришлось залезать в операционную систему и у нее спрашивать, да, расскажи мне, пожалуйста, файл lepsi.co с каким сунеймом у тебя лежит. И это, вообще говоря, не очень хорошая идея, поэтому мы, поэтому мы написали вот это from ctypes .utils import .utils import .find library у вас. Обратите внимание вот на это. Дело в том, что в винде консольных библиотек мсв црт может быть несколько штук разных и активирована может быть какая-то из них. У вас. Да, тут сокращение советуют в винде в питон строить сразу скачивание какой-нибудь msys или signus и все сразу становится как в линуксе. Ну вот, find library. Мы можем что сказать? Найди мне, пожалуйста, find library, которая называется libc. cdlnc.o. Вот это уже универсальная конструкция. cdll это такая конструкция от слова, видите, слово dll, dynamic library loader. Явно из винды пришла. Видимо, когда-то люди начали писать для винды изначально эту штуку. cdll это такой класс, который вам откроет библиотеку libc и обмажет ее таблицу символов соответствующими питомовскими враперами, чтобы можно было ими пользоваться. Ну, буквально. Вот. Что такое ellipsy time? Это библиотечный вызов time. Вот. Давайте. Какой-нибудь там 3. Вот он. Нет. Это какой-то страшный time. Это gvk time. Ну, значит, 2. Сейчас. О, вот он. Который возвращает количество секунд, прошедших с начала времен. А начало времен, если вы помните, 1 января 1970 года. Вот. У него есть какой-то параметр, но вы можете туда передать null, пустой указатель, а в питоне это будет соответствовать передаче туда null. Вот. И вот вам, пожалуйста, даже какое-то время в секундах вот оно вывелось. Вот мы сходили к библиотечной функции. Вот. Соответственно, as is as that. Ну, да, это экземпляр класса, который обмазывает все, ну, он смотрит в таблицу символов загруженной библиотеки. из них создает вот. Единственное, что есть некоторая проблема. Вы не можете по содержимому сишного файла понять, какой это функции прототип, какие у него параметры, сколько их, какого они типа. ничего этого вы не знаете. Таким образом, программа, написанная на C-Type в Петоне может сделать что? Segmentation Fold. Легко. Непринужденно. Собственно, вот что-то оно только что и сделано. Смотрите, а что такое ошибка компиляции? Нет, конечно, она лежит, он уже будет, Сошка, компилировать будет совсем другой инструмент. Да? Как раз забыл сказать в самом начале лекции, что я расскажу про четыре способа воспользоваться сишным кодом. Два из них простые, а два сложные. Это как раз простой способ воспользоваться сишным кодом. Сишный код уже есть, он уже скомпилирован в библиотеку. Вы только должны знать ее прототип. Понятное дело, что тут сокращенец замечает резонно, что из точки, что невозможно вытащить спецификацию сишной библиотеки, потому что ее там просто нет. Ничего удивительного, что мы так... Это не свойство питона. Но это свойство, это свойство питона, в котором мы, значит, взяли и задействовали C-Types. есть немножко огородов, которые вы можете применить вручную, чтобы вот такого безобразия не было. ну, в частности... Это, конечно, ошибка. Нет, это не ошибка рантайна. Это хуже. Это сигфолд, который ваш бинарник выдает. в этом вся неприятность. Давайте мы сейчас еще раз это сделаем. Давайте мы... void.p. О, пожалуйста. Вот. Давайте мы ограничим с вами... Вот сейчас... arg-types arg-types равняется вот этому самому C-V звездочке. vt.p. Что мы сейчас сделали? Мы сказали конкретно вот этому объекту, который создался при обмазывании в раппере глип-си, вот этому объекту, который называется лип-си-тайм, сказали, что у него строгий набор параметров. Этот набор параметров это указатель типовой звездочкой. Теперь, что бы мы туда не положили... Да, это не аннотация. Смотрите. Ой, нет, не работает. Черт. А, int. Потому что int пытается скаститься свою звездочку. Вот если мы напишем сюда вот так вот хотя бы, он говорит, что... Ну, Алексей, вы правы, а я не прав. Это, по сути, аннотация, действительно. Потому что, смотрите, не помогло нам обмазывание обмазывания параметрами. Значит, в чем фишка? К сожалению, ну, а может, не к сожалению, может быть, это такая ирония гвида. Модуль си-тайпс наследует идеологии си, который, как вы помните, изначально в кернигандрическом варианте была такая, что у нас есть параметр типа int, если у вас функция не описана, то все параметры у него типа int. А если у него параметр не типа int, а, скажем, параметр типа звездочка, ну, указатель на что-то, то он умеет каститься в типа int, и поэтому достаточно передать параметр типа int. Соответственно, она пыталась мне закастить вот этот раз-два-три в тип int, естественно, у нее ничего не получилось, ну, и все, все опять развалилось, даже несмотря на то, что я честно сказал, что это не int, а будет p, ну, он подходит, к сожалению. Такие вот дела. Давайте немножко продвинемся вперед, поглядим в подсказку, подвинемся вперед, посмотрим, как можно более интересно воспользоваться функциями из загруженной библиотеки. Например, давайте попробуем printf вызвать relipsy, printf, printf, как вы помните, сложная функция. Вот, сразу скажу, что передавать ему надо байтовую строку, а не строку, вот, потому что, ну, потому что C довольно скверно работает с байтами и строками, там специальные функции, ну, конечно. вот, где там print? А, он не захотел. О, помните, что такое 4? printf возвращает количество выведенных символов. То есть, он напечатал high, а 4 он нам вернул в питончик результат работы. вот, значит, ну, с printf, конечно, все гораздо интереснее, чем, да, во-первых, да, во-первых, почему вообще это сработало? Потому что указатель на строку конвертируется в int, он может каститься в int, и поэтому нам не нужно было указывать, какой параметр у функции принятая в первую. Более того, мы можем даже сделать вот так, смотрите. О чем? Мы передали этой функции два целочисленных параметра. Один закастился в чар звездочка, а второй был целочисленный. А вот тут уже возникнет проблема. Никто за нас кастить 42 к даблу не будет. хуже того, мы же не описали, она думает, что это int. Окей, давайте скажем, воспользуемся вот этим интерфейсом под названием archetypes, и скажем, что у нее первый параметр это c чар звездочка, чар поинтер, второй параметр это, допустим, float, ну, дабл, c дабл, ну, хорошо, флот, нет, хорошо, дабл, у принт всегда параметр дабл, а третий, ну, не знаю, c чар звездочка. и вызовем и тут процент s, и это будет третий параметр, ну, допустим, numbers. для того, чтобы вызвать такую сложную функцию как printf, необходимо заранее указать, а какие же у нее будут параметры, потому что никто догадываться за вас не будет, никто анализировать все этого не будет, да, надо сразу это указать. Вот. У меня есть некоторое подозрение, что можно написать некий враппер, который проанализирует эти параметры. на основании их сделать предположение, что это чар звездочка, это c дабл, это опять чар звездочка и сделает это, но это не так просто, как кажется. Там есть много всяких тонкостей, потому что это си, потому что в си вообще принято кастить один тип в другой. Ну, давайте попробуем в обратную сторону. Что-нибудь такое, липси, стр, chr, chr, да блин. Так, для начала, я надеюсь, вы помните, что строка типа bytes обладает одной забавной особенностью, она состоит из целых чисел. Вот строка типа str состоит из единичных строк, а строка типа bytes состоит из целых чисел. Вот. Вот этим мы фактом сейчас воспользуемся. Итак, lepsi.str.chr Это она ищет символ в строке. Строку передаем. Ищем символ. Ну, только вот так. Да? Ищем символ е. Я просто не помню, чему равно е. Да. Что можно сделать? Орд. Орд. Ну, да. 101 это у нас q. Ну, дальше еще прибавлять. Да забейте. Так тоже нормально. Хорошо. Если вам это не нравится, напишем вот так. Так тоже нормально. Че это такое? Че она нам вернула? Кто помнит? Да, адрес она нам вернула. Начало строки. А почему он такой? А потому что мы не сказали, какое возвращаемое значение. По умолчанию возвращаемое значение. Какое? Int. Ок. Давайте сделаем, укажем ему, укажем ему, что возвращаемое-то значение у нее. что это с чарпы. О, совсем другое коленквар. Мы рассказали нашей системе, что, ну, нашему, вот, мы самому, cdll рассказали, что возвращаемое значение этой функции – это ссылка на строку. Он нашел строку, сконверсил, вот там вернул. Вот. В каком c? Где написано? В библиотеке написано имя, а функция и адрес, где она начинается? С какой стати она там будет? Нет, уйдет. Это в исходнике надо смотреться. Об этом и речь. Об этом и речь. Вот. В c++ иногда бывает, но тоже не всегда. То есть c++ – такой специальный язык, которому местами все как нужно работать, а местами все как обычно, как в c. Десятилетиями пытаются выпилить вот эту функциональность, если плюс-плюс, и пока не удалось. Пока на нем даже массивность. Вот. Сокращение замечает, что у питона три разных способа представления строк. Нет два, нет один, на самом деле, у питона ровно один способ представления строк. Вот. Все остальное не является строками. Так что вы тут неправы. Вот. А c просто не очень любит работать с многобайтными строками. Да, да, да. Еще сокращение спрашивает, хранит ли питон вот эту строку достаточно времени. Ну, конечно, хранит до тех пор, пока она связана, пока она связана с соответствующим объектом, с соответствующим референсом, никто ревкаунт, ревкаунт пока не равен нулю. Вот эта строка никуда не денется. Да? Вот кто скажет этому конкретно объекту это самое декор, рефдекор и что там такое, тот и удалит эту строку. А пока ей не сказали, не дереференсили эту строку. Она, естественно, будет существовать. Хорошо. Значит, дальше больше. Давайте мы попробуем преобразовывать что-нибудь такое более хитрое. Ну, например. Например, сходим, сделаем так. Допустим, у нас есть число целое. Это типа cint. Вот. Число, допустим, плавающее типа cflot. Ну и какую-нибудь строку сейчас еще сделаем, забабахнуем. create string buffer string buffer ну, допустим, забитый нулями. О! Ну, он пустой, потому что это сишная строка. Вы помните, что сишная строка как только видит ноль. считается конец строки. На самом деле мы завели 40 байтов здесь. 40 нулевых байтов. Во! давайте мы теперь волшебным образом сходим в scanf. lipsy.scanf. Вот. Что в этом scanf? В scanf сначала мы передаем а, sscanf. Сначала мы передаем строку, из которой мы будем вводить. Давайте мы вводим, значит, целое, плавающее и строку. целое, плавающее, 9,3 четверти и какую-нибудь строку. Теперь формат. Задаем формат. Формат у нас процент, соответственно, d, процент, видимо, f и процент s. А вот теперь мы должны передать туда адреса наших переменных. Мы завели переменные, а в scanf там amper-sending. Есть специальная функция по ссылке. d и n bref f ну и bref s. Она возвращает указатель на объект. все хищный как так нет еще раз это еще раз смотрите bref это питоновская функция которая возвращает некую питоновскую структуру являющуюся в раппером указательную на объект. В момент вызова функции scanf эта структура будет превращена в тот самый указатель на тот самый объект. Догадайтесь с одного раза. Вот scanf как вы помните возвращает количество введенных объектов. В данном случае я думаю что он просто нас наругает. А, Все как обычно. Все они по умолчанию нолики как мы видели. мы вообще сегодня работаем с тишным интерфейсом. Ну да. Ну здесь должна быть амперсент n. Как его написать? Так и пишем. Так. Ну что, пробуем еще раз. Значит, вот мы прочитали. Вот у нас scanf вернул количество прочитанных айтемов три штуки. Ну и я вангую что да, конечно. Вот, вот, вот по этой команде все приехали. Мне иначе пришлось бы все обмазывать c-types точка вот это все. Это просто лень. Ну что там и 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 дальнейший разговор я переключаю на документацию по c-types там очень неплохой теториум. Вот. А в качестве примера покажу сейчас это вот где-то здесь должно лежать. В качестве примера покажу вот значит я сотрудничал некоторое время что неудивительно поскольку это сообщество в основном стоит из членов андрейных стим нет не только с сообществом которое называется PASVDQC это библиотека создания проверки паролей достаточно хорошо зашифрованных у нас в дистрибутиве есть такая утилита PVQGEN которая утилизирует эту библиотеку вот это хороший хороший годный пароль верьте мне он криптостойкий весьма а запоминается очень неплохо и когда мне плохо становится и грустно в жизни я просто запускаю PVQGEN и читаю что он пишет потому что иногда бывает вот например вот сейчас иногда бывает смешно вот да понадобился интерфейс на питоне к этой библиотеке чтобы значит ну вот интерфейс на питоне и первое что я сделал я написал его разумеется на C-Type потому что это мега просто и выглядит это примерно вот так вот значит я даже извратился и написал свой собственный класс в раппер под названием sister который добавляет к нашему объекту метод str чтобы когда вы его печатаете он его поля выводил вот так вот определяются структуры C-шные вы наследуете его от специального класса structure c-type structure и говорите вот у вас поля вот это массив из пяти элементов целочисленный это целочисленные переменные это целочисленные переменные это указатель на чар звездочка это чар звездочка это чар звездочка вот так указывают так описываются структуры сишные и если вам нужно передать функции сишную структуру вы просто определяете экземпляр этого класса и передаете все просто а если его нужно передать по ссылке значит определяете и передаете его по ссылке вот структура, которая используется этой библиотекой, различные вот это загрузка соответствующей библиотеки обратите внимание, 100.1 я не использовал здесь find наверное зря а дальше все то же самое я описал, какие типы данных на самом деле должны быть соответствующих функций вот вот пожалуйста, pointer на то есть это указатель на соответствующую структуру вот все функции, которые библиотека это представляет, я описал и написал немножко питонового интерфейса вот который что-то там такое еще делал ну например считывает параметры, там идея в том что в этой функции можно указать большой блок параметров в одной переменной конфиг вот такого вот типа вот такого типа а его надо разграничивать это же просто объект ну вот он его и делает это делает модуль C-Types то есть смотрите у вас есть загруженная библиотека там все понятно с ней и у вас есть какие-то питоновские объекты внутри которых просто содержатся те самые C-шные вот и все да так что тут как раз никакого слова ничего сложного нет ну вот и вот смотрите можно даже воспользоваться этим модулем он будет вызывать прямо эти функции вот видите generate случайный пароль который которому передается в качестве параметра указатель на структуру конфиг вот ну это поскольку поскольку все это в ASCII ASCII а не в Unicode ему наскольких декор или например чек вы берете пароль передаете формируете из него значит хитрым образом указатель на строку точнее на на байкстане на байкстане на байкстане передаете это все по свдк у сече да опять передаете первый параметр блок конфигурации сам пароль старый пароль короче вот такие дела давайте попробуем этим воспользоваться так python а давайте посмотрим что у меня в мэне написано может быть его даже можно так запустить вон видите вот вот сейчас да python3 минус empas vd куц в vd о он сам себя тестировал даже вот он повызывал разные функции значит random password чек можно сказать ему ну короче вот да там импорт по свд куц и чек ну скажем кверху ну скажем кверху а о еще раз повторяю ой нет смотрите а тут прям прям чего-то даже сработало ну хорошо а если так ну короче короче каким-то количеством защит я этот модуль обмазал но все равно мне комьюнити по свд куце зарубило этот проект со словами мужик ты написал программу на питоне который может попасть в секфолд просто вот вот вред вред например библиотеку на питоне который может упасть в секфолд по любому чиху да то есть как только пользователь нарушает правила оформления интерфейса передает не того типа переменную все никто же этого проверить не может все по не делайте так сказали мне в в сообществе и были правы окей есть значит чуть более сложный способ очень старый и это специализированная большая библиотека значит вы помните что c types называется foreign function library cffi это c foreign function interface for python это уже довольно мощный проект который очень давно ведется и существует практически самого начала что они питона который предназначен как раз для решения это вот 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 задачи интерфейса между питоном и си более более серьезным путем значит в принципе он может решить ту же самую задачу которую сейчас решали с помощью c types воспользоваться имеющиеся разделяем библиотекой и как-то значит из нее что-то вызвать давайте вот прямо отсюда скопипастим примерчик да во первых это c ffi это внешний модуль он должен стоять но я думаю у нас будет стоять вот import c ffi вот давайте посмотрим что нужно сделать а вот тут видите понятное дело сначала лоузер вот потом экземпляр от него понятное дело потом мы этому экземпляру говорим экземпляр сейчас тебе расскажу описание функций вот сейчас в каком на формате в обычном формате ну скажем int printf только да чар звездочка и что там еще и многоточие а сейчас живет формат формат ну и этот самый вот да и это обратите внимание синтаксис языка си то есть ffi в отличие от этого самого считается умеет парсить программы на си там у него вообще есть свой собственный парсер программ на си отдельный называется так он он так и называется неправильная ссылка он называется в общем пиц парсер во во то есть довольно живой проект весьма живой который просто парсит берет некоторый граммор языка си все что ему под руку подвернется вот превращая это ну как бы разбирая строй синтаксическое дерево вот в чем главное отличие ffi от c types ну вот соответственно вы можете вот мы описали эту функцию сейчас мы его попробуем вызвать давайте посмотрим как это в примере нарисовано а открываем сишную библиотеку сишная библиотека тут называется просто known known это значит что весь липси откроется не спрашивайте меня почему так исторически так сложилось вот зато в этой ц будут вообще все глебсишные функции вот теперь давайте сейчас а опять кусочек который который интерпретируется ffi мы описываем параметры arg равняется что там new создаем объект соответствующий ffi new чар звездочка чар ffi точка new да здесь чар вот так да что правильно пишу да и b world ну ну хотя вот да значит мы создали объект типа чар звездочка ну точнее массив овчар да он не совсем чар звездочка это именно массив овчар в котором есть шесть байтов собственно этот самый word ну все пора 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 вызывать printf у нее первый параметр да значит c точка printf как там у нас байтовый конечно всего arg так чего тебе не нравится а bs да байт он должен быть байт о it works вот значит главное отличие главное отличие cffi от центра то что как вы видите он умеет вообще парсить чешный текст 20 то есть он более безопасен чем c types потому что он реально будет вот смотрите я вызвал сишную функцию а он сказал у вас там должен быть чар звездочка мы я это прочел вот здесь а вы передали что-то иное вот в этом смысле это более безопасная штука но конечно же гораздо более сложная потому что фактически это интерпретатор языка хит такой но только естественно он ничего не выполняет он интерпретирует только описание вот но главная фишка cffi который часто пользуется она не в этом сейчас покажу в чем она главная фишка cffi стоит в том что у него под капотом есть даже способ скомпилировать вашу программу и сделать из нее сишный питоновский модуль вот то есть вы вообще пишите программу на c потом говорите дорогой ffi сделает из этого питоновский модуль запускает компилятор и делает питоновский модуль почему эти способы я называю сложными потому что никто не знает на самом деле вот особенно вот этот способ потому что никто не знает как в какой операционной системе по правильному запускать компилятор как называется питония библиотека куда класть результат вот это все должно быть оно уж точно операционной системы специфичным ну и в общем наверное дистрибутило специфично давайте посмотрим пример потому что у меня есть примерчик сейчас я прям его покажу он достаточно показательный майнтрейнер сидит и патчет чтобы оно на этом дистрибутиве работало нет оно и так стоит а нет еще раз я не знаю что будет если поставить сейфифай в с пупы но сейфифай вот у меня стоит из пакета поставлен можно но с некоторой кстати мы сейчас попробуем сейчас мы попробуем погодите значит во первых давайте посмотрим как это работает вот у меня есть файл под названием пиапрокс точка си си и это тупо функция на си вот которая вычисляет по методу монте-карло число пи ей передается количество испытаний она вот вычисляет число пи это прямо из документации чуть-чуть я ее модифицировал вот у этой функции есть еще аж файл который описал вот а дальше мы смотрите я написал специальную программу которая называется ффай компайл она тупая из 17 строк которая делает буквально следующее она открывает аж файл и делает cdf то есть засовывает в наш ффай билдер засовывает описание функции дальше она открывает сишный файл и и собственно говоря собственно говоря собственно говоря засовывает туда исходники ну вот этот исходник на оси include а это собственно исходник и еще библиотеки с которыми надо компилировать я специально мы специально выбрали автор специально выбрали библиотеку libmaster минус lm чтобы можно было показать что нужно еще библиотеку дальше мы нажимаем кнопочку компайл и вот тут происходит то самое чудо за которое отвечает вообще-то монтейнер этого пакета в данном дистрибутиве linux а именно запускается компилятор который с правильными параметрами формирует соответствующий соответствующий библиотеку давайте посмотрим как это делается ну ладно тут все примеры одновременно нас нам нужен пример я думаю что да а почему нет какая разница значит вызывается мой скриптик из 17 строк который формирует запускает этот самый fi-компайл fi-компайл генерирует файл вот такой он страшный он реально страшный туда приехал весь инклюд вот и еще нет туда приехал не только инклюд туда приехали всякие туда приехал собственно весь в раппер сишного объекта на питоне вот видите да а какой логаритм кто за вас на себе писать будет нет для контроля типов вам нужен только хедер да а для того чтобы оно скомпилировалось вам нужен исходник вот да достаточно .so и .h только нет никакого четкого механизма сопоставить одно с другим а так да вот тут тут я просто из одного файла это взял ну вот значит смотрите в результате работы в результате работы этого этого компилятора создается вот такой вот файл я его так назвал вот это его название вот это его тип под который под какой питон он предназначен что это c python версии 3.10 вот и вот этой штукой уже можно воспользоваться давайте посмотрим опять же как это сделано в макфайле ну вот 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 давайте сами это сделаем ну вот и давайте мы прямо тут . . специальный интерфейс сам сам пиапрокс обжиг это в раппер а . либо это сама библиотека вот пиапрокс ну скажем там ну это очень маленькая чеснока ну вот это уже нормальная чеснока ну это будет еще в 10 раз дольше работать ну может быть оно даже 3 14 15 пока вот такая вот история вот нет все равно 16 ну медленно этот способ вот значит повторюсь это более безопасный способ этот способ предполагает что у нас будет происходить синтаксическая проверка вот всего только главное чтобы вы носи написали правильно а если носи напишите неправильно ну сами себе злобный бурати вот но предполагается что что-то запустится давайте попробуем действительно сейчас давайте попробуем сейчас что да 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 потом потом в такая в такая цветончик конечно причем там и тесты на оси делается ну все юнит тесты вся 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 пирога конечно так тэмпип как мы его называть эээ 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 ну вообще-то нет потому что по большей части все на сито написано уже тут меня спрашивают ээээ ну тут один человек признался что он перестал что-либо понимать ну счастье ему вот а второй человек говорит получается что через си можно писать манга по точку на питоне на по точку на питоне можно и через питон писать вот можно наверное есть соответствующие модули на питоне уже написаны да и идея стоит в том что сам питон же однопоточный да возможно он это имел ввиду да что мы не можем мы не можем многоотрядовую программу на питоне написать мы так носить всегда можем какие проблемы конечно можно ну что давайте пробовать давайте пробовать давайте пробовать ээээ значит ну прям все сюда скопируем так что мы хотели мы хотели запустить тутошний cffi да давайте попробуем что вы знаете получилось получилось это вот с не патченым cffi давайте посмотрим 1 15 1 вот а тут был тоже 1 15 1 ну да ну не знаю а ну вот смотрите это был скачанный это был собранный то есть ответ на ваш вопрос алексей да можно поставить и папин стал cffi и скорее всего она заработает так так как он заработал в дистрибутиве хотя ну это как бы все равно нужно ставить gcc девелверс ну вот все все что нужно для сборки программной оси все равно нужно снять так это что касается cffi естественно естественно значит самый интересный пример на которое у нас остается не очень много времени а нет ну еще остается это python api опять возвращаемся к простому варианту решения задачи вы можете вообще все написать на питоне есть два очень хороших мануала по написанию модулей на си чтобы запускать на питоне у вас весь код написан на питоне только часть написано носить в чем смысл вообще писать на 7 для питона нет это не программа на 7 это модуль для питона вы пишете носить и это делается очень часто это как раз часто делается под нескольким причинам потому что надо чтобы работал очень быстро или потому что там пользуются какие-то другие библиотеки на си тоже дергаются из этих библиотек и вам нужно вокруг этого всего сначала намазать код на си а уже потом сделать интерфейс в питон вот это довольно частая штука вот сокращение тут это самое сегодня он в ударе он острит что я согласен на си писать проще чем на питание да нет не проще попробуйте написать программу носи в не знаю 2000 строк кода чтобы она время от времени не падала в самых удивительных местах не проще нужна очень строгая дисциплина да значит хорошо сколько у нас осталось не очень много времени значит я хотел устроить побольше разговор про вот этот четвертый третий способ про написание и кстати вот вот про это но понял что про это нужно прям целая одна большая лекция это непростая задача вот но и тем не менее давайте мы просто посмотрим в пример она главное не просто непростая на требует достаточно много написания достаточно большого количества кода давайте посмотрим в пример ну например вот сюда же у меня тут то что я сейчас сделал вот модуль мой называется репит вот значит обратите внимание на то что как устроена вообще питон си интерфейс у вас есть универсальный объект под названием п-обжиг и все питонские объекты это п-обжиг почему так да потому что все равно по виду ссылки на непонятно что вы не сможете понять какого типа это объект вам все равно придется проверять какого конкретно типа этот объект который который вы получили то есть это довольно частая практика в каком-нибудь глибе такая же история там есть гобжиг этот гобжиг потом вы в него залезаете его интерспекте и смотрите какого на самом деле типа это объект вот за счет любой объект питона он типа глубже у типа пи обжиг вот вот мы написали функцию которая собственно написано вся целиком на си но пользуется библиотекой питона вот мы значит распарсили какой-то тюпль да вот мы значит сделали какой-то мало дальше мы выполнили напихали в этот мало ну собственно что делает наша функция наша функция повторяет n раз кусочек строки вот она насчет на си все честно за странкатил этот кусочек строки n раз в эту строку дальше собрала объект типа пбайт из нашей строки естественно потерла лишнюю память и вернул этот объект тип пбайт вот вот эта функция понятное дело что на питоне это выглядит как четыре символа да это ну собственно сейчас покажу как это будет на питоне где же тут вот вот эта функция делать вот это но понятное дело что для этого нужно создать объект попарсить объект до попарсить аргументы обработать ошибки мы пишем на си программирование на си требует жесткой дисциплины мы это знаем да собрать объект вы будете что ну если 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 дисциплины не соблюдать в какой-то момент все протухнет а вот дальше начинается более интересно дальше нужно из этой из этой функции точнее из этих функций из этих имен об оформить оформить модуль оформление модуля это тоже динамическая операция фактически мы чё делаем мы описываем таблицу методов вот эта таблица методов у нас есть метод который называется repeat он вызывает функцию рев у этого метода вараркс произвольное количество аргументов интересно почему не знаю почему не буду брать вот это help вот эта строчка это dog string и метод у нас один да значит в конце таблицы таблицы символов таблицы методов нашего модуля стоит такая заглушка ну 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 вот это описание того какие методы есть в нашем модуле у нас тут связь подвисла связь развитие связь развитие и этого мало теперь мы собственно должны сам объект модуль сотворить да здесь у нас таблица символов в модуле вот сам объект модуль во первых у него есть какой-то заголовок у него есть функции нет у repeat в качестве этого самого параметров и у него есть вру это его самоназвание самоназвание модуля repeat у него есть dog string минус один я забыл чего-то такое забыл вот ну и собственно таблица методов этого модуля ну и наконец надо этот модуль создать надо написать ему функцию и нет тот самый нет который во всех объектах есть в модуле он тоже должен быть вот он этот ценит мы создаем модуль по обжиг мы говорим и что модуль креет обратите внимание да вот в этот момент он получает тип если он создался то мы регистрируем ошибку exception под названием repeat error он будет называться repeat.er вот обратите внимание мы увеличиваем количество ссылок на этот объект и инкреф вот с этим надо всегда очень 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 аккуратно когда вы программируете носит питон обязательно при создании очередного экземпляра объекта смысл носить самостоятельно делать инкреф а при удалении при освобождении памяти самостоятельно делать декреф если вы будете это не делать ваш программ и ваш модуль начнет течь как вообще некорректно написанная программа на питании нет это именно рифкаунтер сборщик мусора это сборщик мусора он за вас будет работать помните как работает как работают что нет это рифкаунтер как работают да у вас есть объект питоне и у него на него есть несколько ссылок это количество ссылок на объект не забывайте это сокращение схвастается что он написал на 1000 строк на ассемблере 1000 строк на ассемблере гораздо проще написать чем 1000 строк на си на самом-то деле вот я тоже писал тысячи строк на си ну собственно все вот собственно дальше тут идет попытка вызвать закомментированный код за их наливный попытка вызвать попытка вызвать из сифтной программы питон но я от этой попытки отказался вот вот почему вот из-за этого вы можете писать на или пойти не программа носить имейте только в виду что скорее всего для того чтобы эти программы заработали не засекунулись нам вам нужно запустить еще и питон похоже чтобы этот питон вам в динамике создавал объекты вообще с ними работа очень мало функций злипайте на можно использовать без запуска интерпретатора питона и они нет четкой документации какие из них можно какие нельзя ли поэтому для этого не предназначен поэтому я решил этот пример не показ ну вот короче говоря значит программа которая заводит питоневские объекты и занимается вот этим до таблицы методов описание модуля и функции не для модуля все что вам нужно давайте попробуем это все собрать для того чтобы это все собрать на самом деле ничего особенного не нужно давайте посмотрим как это делается вот всего-навсего да то есть вообще ничего не нужно вот что здесь написано что надо собирается библиотекой пойти на бед но это ничего страшного чего такого в нем нету да просто либо пойти на 310 вот ну собственно и все у нас получается еще одна обратите внимание точка со библиотека которую можно проимпортировать как питоне модуль точно так же как этот пиапрокс можно был проимпортировать как питоне модуль вот ну давайте попробуем импорт импорт и репит репит . репит вот пожалуйста вот это сравнительно простой хотя и очень многописный вам придется писать прямо вот носи как на пену смысле носить да но достаточно безопасный метод потому что потому что всю дисциплину оформление программа носи вы переносите носи и там вы обязаны проверить что все параметры правильного типа что все все чем нужно всему соответствует и так далее спрашивает по c++ также делается да про c++ делается также там немножко более хитрые таблицы символов но если вы пишете такой примитивный модуль то это в общем абсолютно без разницы вот значит опять-таки у меня есть пример уже модуля написанного на питоне на носи для того же самого для того же самого по свд куце вот где я у вашắt пошел на поводу сообщества и который мне сказало нету что пожалуйста напишете аккуратно на си я написал все аккуратно носи то же самое историю которые мы видели на питоне с помощью си int а но уже вся вот вот весь этот конфиг это конфиг объект для питона вот который на самом деле просто содержит в себе заголовок от питомнического объекта и параметр и сишный и сишный вот этот сишную структурку внутри кусочек по его девел библиотеки чтобы собрать что-то slip python нужно по 1 . наш инклюзить на как еще откуда вот этот вот функция к вам прилезет вот это вот то есть это та же самая штука тот же самый питомский объект питомский код только приняты то что делал питомский код написанный на си дальше какой какие-то в раперы для соответствующих структур вот ну и вот функция generate которая можно дернуть из питона она дернет настоящий generate где-то вот после dqc random она дернет да она собственно формирует соответствующий класс питомских получает в качестве параметра параметра вот этот arcs формирует соответствующий конфиг ну и запускается в общем то же самое но написанное на си как видите этот простой способ приводит к написанию довольно большого количества кода вот тут почти 200 нам осталось всего пять минут и это зря но хорошо значит на самом деле есть еще один сложный способ и на этом сложном способе мы наверное и закончим вы можете придумать специальный язык программирования вернее за вас он уже придумал в котором можно будет писать одновременно на си и на питоне то есть вы пишете некоторый код по большей части на питоне но там где встречается си специфика эту си специфику сообразно синтаксису этого нового языка обозначали этот проект называется сайт вот и он представляет собой совершенно адскую смесь по синтаксису из из си питона вот идея сайт он состоит в том чтобы просто писать вот все да вот вы все от начала до конца пишется на этом сайт они потом вы компилируете получается модуль бинарный такой же сошка для питона вы его импортируете все работает при этом вот этого разделения на как в случае с ffi до разделение на сишный код и потом обмазку питоновскую или как в случае пусть и python api все писать на си не нужно вот но выглядит это примерно вот так смотрите это пример скопирован из документации который я чуть 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 доработал вот это тоже в значит в репозитории с примерами нашим лежит вот во первых это такой специальный язык программирования пырикс пырикс расширение . пыкс вот так видите вот прям пишите в у типа это питон ой нет это си ой нет это питон это питон 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 и дальше в основном питон да да эта штука компилировать строго потому что смотрите она вообще вот 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 она видит какие на самом деле сишные сишные компоненты видите сидев сидев это значит что это будут не питоновские объекта сишные а вокруг них будут питоновские враги вот к чему это приводит это к тому что такую штуку можно скомпилировать давайте посмотрим как это делается а проще простого и скомпилировать просто вызвать сайтом это была штука которая называлась праймс например нет не праймс праймс я не сделал а сделал праймс бум ой плохая вещь он говорит что пятн 2 а может быть пятн 3 секунду минус 3 ну давайте попробуем минус 3 о другое дело вот по идее он должен создать этот праймс точка си а что дальше а дальше надо скомпилировать давайте посмотрим сюда что дамы фен сал конечно но я просто писал примеры тут же заболев мы их сал чтобы не забыть какими командами все это делается ну вот вот этот праймс давайте на нем сайт посмотрим это немножко другой пример тоже из документации кстати взяты только это уже скомпилированный вариант пыкс вот он просто вычисляет все эти самые они от него как раз осмотрели все целые числа в диапазоне там ну 1 н н целых чисел простых чисел вот ну окей первые простых чисел давайте попробуем его им воспользоваться значит вот у нас этот праймс . со собрался сейчас давайте еще скажем макклин мы их праймс . со вот он компилирует пыкс исходя из того что это третий питон а дальше собирает из него библиотеку с теми же параметрами вот ну хорошо там даже док стринги все видны как видите красиво но они там везде видны я постарался во все примеры включить док стринг ну вот и можно воспользоваться праймс вот как видите этот способ одновременно самый сложный самый простой то есть с одной стороны для того чтобы вся вот эта машинерия заработала вам нужен и сик компилятор и знание языка программирования пырикс и какие-то знания значит темные до связанные с тем как можно писать на этом пыриксе как нельзя я вот пытался написать меня получалось плохо вот с другой стороны из всего кода который мы сегодня видели вот этот код наиболее компактный он просто написан на питоне до вас превращается он сейчас секунду превращается он в довольно нехилый текст вот универсальный но вы понимаете да что это вообще универсальную цель универсальный компилятор питона все такой получается двери питона вот этого пырикс и поэтому ничего удивительно что он здоровенный вот но зато у такого кода можно написать довольно много он вполне себе питонячий в общем вот вот такие дела то есть когда вы пишете модуль для для когда вы пытаетесь воспользоваться сишными функциями в питании у вас есть несколько разных способов это сделать вот выбирайте тот который вам больше понравится значит я топлю за си тайпс или за пойти на пи вот первый такой совсем-совсем простой но ненадежный потому что вы можете случайно пасту не того типа параметры передавать хотя наверное можно вокруг все тайпсы на самому накатать какую-то функцию загону какие-то огороды какой-то декоратор который бы проверял на аннотации например на 10 посмотреть может быть такой проект есть да или по это на пи который вообще позволяет отвлечься от питона писать на чистом сифа и отдельная тема вот сайт он очень популярная тема очень много больших программ пишется именно на сайт они но синтаксис языка это то с чем вам придется бороться хотел весь тут прям отличный тут туториал там еще есть какие-то дефинишн по xd файл в общем вопросы я думаю что будет какая-нибудь простейшая домашка по вот 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 ирну вот вот этому просто скопипастить из примера слушайте а может быть и не будет потому что это требует наличия какого-то компилятора сиф системе у нас такой чисто питонный курс я подумаю может и не будет домашки ну потому что одно дело когда мы пишем на чистом питоне а здесь нам или знаете что или на стайб сделаю знаете что я сделал на c-тайбс или на сейф и фай с обычным глипси который будет работать везде включая винду вот вот но но это не по проекту да ну все если нет вопросов то у нас значит сегодня была предпоследняя лекция вот последняя лекция давайте посмотрим когда через две недели до 16 числа эта лекция будет про публикацию того что мы наваяли вот 16 протокол нас по понедельник вот это сегодня вторник да вот похоже что домашки закончились вообще потому что вот если будет сегодня упражнение то она не будет входить в проект так что до встречи в последний раз в этом сезоне через две недели все всем спасибо